Меня зовут Андрей, я работаю в Зарево, тут мой коллега написан от меня. В общем, давайте познакомимся, наверное, еще раз, потому что народ подошел. Давайте посмотрим. В общем, я всю жизнь работаю в финтеке, пару лет работал в Киеве, потом делал магазин бизнес-приложений для 500 тысяч предпринимателей, может, я слышал там, компанию Вертор, в общем, я отвечал за продуктовое развитие магазина. Потом я пошел в Zerion, и мы там с первых дней как раз итерировались на этой идее, и как, ну, короче, где-то полтора года назад думали, что же сделать сейчас для современного рынка криптоиндустрии и блокчейна в целом, вот, и развилась такая идея, как создание банка для DeFi. Я начну, наверное, с какой-то базы, да, то есть какие минусы там у традиционной финансовой сферы. Традиционная финансовера, да, эксклюзивная, то есть она ограничена. Что это значит? То есть для нас может там, здесь сидящих это, кажется, немного странно, типа у меня там 3-4 карточки от разных банков, и в чем же она ограничена? На самом деле, в России, там впереди планеты всей, это не секрет финтеки, но в целом, если по миру, она довольно ограничена. Это, ну, например, традиционный финтек. И даже в России, например, у нас есть ребята, которые не имеют российского паспорта, не могут получить, там, кредитку в России, соответственно, вот оно ограничение. Или мы, как компания, Zerion, мы не можем пользоваться услугами, там, Transvice, потому что мы так или иначе связаны с криптоиндустрией и блокчейн, и тем самым Transvice просит нам говорить, что, типа, нет, ребята, вы не можете переводить деньги через нас. Традиционная финансовая система, она еще и дорогая. Ну, то есть, ни для кого не секрет, вот мы, например, у нас американское юридцов, и мы там довольно часто переводим деньги, например, в Европу каким-то там подрядчикам, еще что-то, и, там, не знаю, за перевод буквально, там, 2-3 тысячи долларов платится фи в размере, там, 25-40 долларов, ну, то есть, за какие-то, там, смешные, вроде, переводы, такие здоровые комиссии. Ну, и рейты на сбережения в депозитах. Ни для кого не секрет, то, что в Америке они, там, абсолютно смешные, и как раз вот такие низкие рейты, они спровоцировали, там, бурный рост таких продуктов, как Robinhood, потому что банально американцам они супер выгодны, вообще никак не выгодны, там, пласят на сберегательные счета. Поэтому Америка тоже перед планетой всей в плане вот использования каких-то таких инвестиций в акции через Robinhood и таких конкурентов. А в России, может, кто-то слышал про закон, который в ближайшее время планирует, может, наверняка, Иван знает, то, что отрицательные ставки по кладовому валюте планируют принять. Уже? Уже приняли? Поем, 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 бам, чуть-чуть, я чуть-чуть. Из Японии пример берем, совершенно царе. Ну, короче, вот он еще один пример того, что как традиционная финансовая система, она эксклюзивна, то есть там вводится какие-то приночения. Ну, и банально традиционная финансовая система, она еще и неэффективна. Например, сделать, опять же, международный перевод из Америки в Европу, мало того, что это дорого, так это еще и долго, да? На блокчейн никакой секрет уже, там, 10 секунд и деньги уже на другом счету. Вот. А на контрасте, что же такое DeFi? Ну, тут не все в теме, поэтому прям по супербазным вещам пройдусь. То есть DeFi, она никого не имитирует. Все, что вам нужно, это иметь какой-то девайс с доступом в интернет, и вы уже можете там получить какие-то там стейлкоины за кеночек на депозит и зарабатывать хорошие проценты. DeFi также еще и эффективны. То есть вам не нужно стоять в очереди, например, в каком-то банке в Европе, и до сих пор вам нужно прийти в банк. Не знаю, как у нас, да, там, по Зен-Стенков, все по телефону сделать или в интернет-банке. То есть, например, в Европе нужно прийти ножками, подписать какой-то договор, отставить очередь и потратить кучу своего времени. DeFi же просто открыл компьютер. Я вам, кстати, в конце там сделаю демо, покажу, как у нас это примерно работает, и сколько времени нужно, чтобы, например, закинуть деньги на депозит. И DeFi еще и... Ну, компоненты DeFi, они взаимосвязаны и взаимо... Как сказать... Ну, их можно использовать друг с другом. То есть, например, вы можете положить деньги на депозитный компаунд, получить взамен все токены. Не буду сейчас даваться подробнее, просто сам прикол, то есть, вы куда-то деньги положили, получили взамен все токены, уже их зарабатываете на тот свой депозит, там, например, 10% годовых в долларах. И вот эти ситоки вы можете закрепить на другой продукт, ликвидити пулы. То есть, вы как ликвидити провайдер выступаете на вижу. То есть, вы даете ликвидность на вижу, по сути, и другие люди, которые хотят напоминать, например, вот эти ситоки на какой-то другой актив, они используют вашу ликвидность, и вы тем самым зарабатываете на комиссиях. То есть, таких пересечений, на самом деле, в DeFi очень много. И мы вот как раз своим продуктом стараемся их делать удобными, но я сейчас чуть подробнее про это расскажу. Вот. Но все не так радужно. DeFi эта штука такая новая, и очень сложно, на самом деле, пользоваться, особенно для начинающих. Например, кто-то открывал, например, CDP, нам CDP-порталь можете поднять руку? Есть такие? Одините. Два, да? Ну, хорошо. То есть, в целом, сейчас, наверное, стало, на самом деле, более-менее лучше, но раньше нужно было там сделать, кажется, 6 или 8 транзакций, чтобы получить там, ну, то есть, делать залог, разблокировать там свои токены. В общем, и в целом интерфейс, он довольно такой реально гиковский, потому что в целом DeFi там делают, делали в большей степени программисты, и делали интерфейс для программистов. Или вот, например, скриншот справа, это там скриншот MetaMask обычной транзакции, она там есть, условно, в каждой DeFi продукте, это транзакция аналога, то есть вы, прежде чем разрешить, там, протокол взаимодействует с вашими активами, должны дать ему разрешение. И это делает там транзакция обрук. И стандартное, ну, там, так сложилось с DeFi, что запрашивается там максимальное количество, там, вообще, триллионы, ну, все, короче, максимальное возможное число, там, вашего токена. И пользователи, которые приходят в наш продукт, нам пишут в саппорт и говорят, какого фига вы хотите с меня списать все деньги, а хотя это банальная, там, транзакция обрук. Ну, то есть, вот, все, кто сейчас в DeFi уже привыкли, и знают, там, кликают, даже не смотрят, там, какое количество, просто confirm, confirm, confirm. confirm. Новенькие приходят, они постоянно ругаются. Вот. То есть, в целом, есть большая сложность использовать, там, текущие интерфейсы DeFi протоколов. Также нету какого-то единого доступа к доступным этим протоколам. То есть, вы, как пользователь, должны сами найти эти протоколы, узнать, где-то на Medium прочитать, на Twitter, рассказал, чтобы друг. Вот. И, знаете, так вы начнете им пользоваться. Более того, у каждого протокола есть свои кастомные интеграции, там, с кошельками, да. То есть, да, большинство из них поддерживает MetaMask, но чтобы, например, ну, у вас там мобильный кошелек, и вы хотите с мобильного кошелька транзачить и закидывать, например, на депозит. Ну, в каких-то протоколах вы сможете, да, сейчас все больше и больше, там, такие интегрируют, но не все, допустим, протоколы поддерживают как верные кошельки, кто-то не поддерживает мобильные кошельки. В общем, нет единого какого-то понятного экспириенса. Более того, то есть, вы, например, узнали про один протокол лендинга, да, там 10% ставки. Вы туда деньги закинули, но появляются каждый раз какие-то новые протоколы, на них появляются более выгодные процентные ставки, вы об этом даже не знаете, там, по какой-то счастливой случайности узнаете и, там, может быть, перейдете, а может быть, и нет. В общем, было бы здорово иметь такое место, которое вам показывает, во-первых, единый интерфейс со всеми возможными способами подключения и разные протоколы, и вы сами решаете, какой протокол он лучше используете, и все это, как бы, одно понятное пейте. Собственно, это делать мы сейчас, и как эволюционно тоже строилось, вот, в принципе, у Ивана там был похожий слайд, то есть, изначально там появился биткоин в 2017 году, в принципе, как инструмент для обычных каких-то транзакций, платежный инструмент для переводов, потом появились программируемые деньги, и где-то в 2018 году появились стейблкоины, и они, на самом деле, спровоцировали рост DeFi. А кто знает, что такое стейблкоины? Класс. Ну, то есть, здорово, вот. Но, как я сказал, появилось тем самым... Что это такое? А? Что такое? А, стейблкоин? Ну, это, короче, типа, там обычный токен, он привязан к какой-то, например, доллару, как правило, к доллару, значит, все привязаны, есть там евро, есть там китайский стейблкоин. Вот, ну, то есть, необязательно, он отвязан от волатильности. То есть, ты можешь использовать их для взаиморасчёта с подрядчиками, закладывать их на... Ну, да, 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 да. Ну, если и малокакой бизнес приносит, то есть, по этому, не знаю, да. Бизнес, да. А, давайте поговорим, что это 507 доллара? А, можно, да, чуть попозже, как раз в подросток. 507 доллара, иногда, оказывается, как стейд-турбин. Ну, пообязательно поговорим, это очень интересно, почему так. Особенно, например, USDC, которые там, ну, фактически обеспечены долларами. То есть, это... да, это окей. Фактически обеспечены? Да. Ну, то есть, сколько у них на счету людей? Скажите ещё раз на крыльях. Да, да, на счету. Если меньше. В отношении там к coinbase, но, насколько мне известно, они всё-таки обеспечены. Ну, короче, где вот мы сейчас, да? Наша задача, это вот та последняя миля с пользователем, где мы даём пользователю клёвый, понятный use case и experience для взаимодействия со всеми многобразием финансовых протоколов. То есть, ему не нужна там исследовательность, мы уже отобрали самые лучшие, сделали понятный единый консистентный experience для взаимодействия с этими протоколами. Вот. В конце там про нас. Мы вообще, как компания, основанная там в 2016 году, занимались, примерно, как и все, занимались там по эволюции эфириума. То есть, мы делали аудиты и создавали смарт-контракты по заказу других компаний, а также помогали другим компаниям поднимать деньги, предоставляя техническую платформу для проведения SEO. Вот. Мы, на самом деле, у нас компания небольшая, то есть, фуллтайм у нас работает там 7 человек, еще там несколько портайм, но так прям фуллтайм 7. Когда мы создавали компанию, ну, точнее, вот этот продукт, нисколько компанию, мы принимали там такие критически важные решения, там, например, быть custodial или non-custodial, да. То есть, мы все вместе приняли решение, что эти вот решения non-custodial, и не иметь никакого доступа к средствам пользователей, потому что, ну, все приходят в блокчейн, как раз вот, большинство приходят в блокчейн, потому что хотят там приватности, и чтобы средства приезжали им, и мы, ну, в первую очередь, делаем акцент на этом тоже. Еще есть такая тема, как stateless или stateful. Ну, то есть, большинство децентрализованных приложений, сейчас на эфириуме, они как раз stateless, да. То есть, вы каждый раз, когда заходите, должны подключать кошелек и как-то взаимодействовать. У нас, на самом деле, это необязательно. То есть, вы можете добавить свой эфириум адрес публичный и уже видеть там свое портфолио, какие-то свои активы, видеть транзакции, свои депозиты, долги и все прочее. Весь свой мир, короче, DeFi в этом интерфейсе без подключения там MetaMask, Ledger и прочего. Вот. Но если вам, например, нужно сделать какое-то взаимодействие с смарт-контрактом, например, перести кому-то деньги или закинуть депозит, вы уже тогда подключаете свой кошелек и активируете в приватном ключе. Вот. И вкратце сейчас, вот, примерно уже там закругляюсь, а какими, ну, я не знаю, дизайн-принципами или там целями мы руководствуемся, когда делаем там новую фичу или вообще целый продукт. То, что, как я ранее сказал, активы должны принадлежать пользователям и мы к ним не имеем доступа. То есть, конечно, наш, как это, коррестный интерес, чтобы не нести вот этот overhead и всю эту ответственность там регальную и техническую. Плюс, в целом, тоже мы больше настроения пользователей и хотим, чтобы они владели своими активами. Минимальная, точнее, ну, максимально простой experience. То есть, мы смотрим, когда интегрируем новый какой-то протокол в наш продукт, мы не хотим просто интегрировать, чтобы он был, да. Мы стараемся абстрагировать какие-то штуки, там, например, если это в протоколе называется вот каким-то техническим термином, да, который понятен, вот сейчас текущая аудитория, мы думаем, как сделать это, перевернуть и абстрагировать так, чтобы было понятно больше массы. И мы заботимся о праве, то есть, мы не собираем никаких приватных данных и будем продолжать стараться сделать как можно больше, потому что, ну, в целом, да, сейчас это не так уж и просто сохранять приватность на публичных блокчейнах, но, возможно, в будущем мы тоже попробуем что-то такое сделать, когда там анонимные переводы или еще какие-то другие продукты, но тут тоже слушаем наших пользователей. Вот в целом наш продукт, он, я покажу чуть-чуть демо, если там все окей получится с интернетом, то покажем без проблем. И сейчас прогрели быстро по фиче, мы, я думаю, можем перейти к вопросам. То есть мы поддерживаем максимально там большое количество кошельков, которые только есть, не ограничиваем пользователей там не только MetaMask, а там хотите мобильный кошелек, он бы использует, хотите там еще что-то, там Trust Wallet, все это, там через Wallet Connect подключается красиво к его работе. А у нас, понятное дело, есть функционал займов, то есть вы под залог можете взять что-то в долг. Какие основные из кейсы? Наверное, там кажется странно, да, вот типа, ну, в традиционных там кредитах ты ничего в залог не даешь, ты просто берешь долг и гадаешь, как ты распоряжаешься. А здесь нужно в залог добавить. Вот обычные из кейсы такие, что кто-то там, например, компания на SEO собрала много эфиров, и они не хотят их продавать, ну, там, верят в целом в эфир, в экосистему, и хотят получить деньги в распоряжении. Они закладывают свои эфиры, получают взамен DAI, и вот этими DAI уже как-то распоряжаются, или выпускают, там, например, не знаю, в оборону, то есть реально есть, у нас вот среди клиентов, недавно проводили интервью, есть компания, которая вообще полностью DeFi Native, то есть они, среди их основных клиентов, они делают защиту от фишинга для криптокомпаний, то есть среди них, там, суперизвестные биржи, там, азиатские, и все взаиморасчеты с этими подрядчиками они производят в DAI, вот. И, то есть, на самом деле, как бы это странно ни казалось, какие юскейсы у DAI, то есть, к тому же, и как и расчетными средствами, там, по крайней мере, как B2B, уже это используется. Либо же, там, как это обычные бодисы используются, они, например, шартят или делают лонг-позицию, например, там, закладывают, там, свой эфир, получают DAI, на DAI покупают еще эфир, потом ждут, когда курс вырастает, продают, там, будут иметь прибыль, и обратно уплачивают долг. Такой юскейс закрылся, например. Лендинг, тут же просто, у вас есть какие-то активы, вы можете заложить под разные проценты разные активы, но, в целом, все закладывают DAI, чтобы получать максимально высокий доход. Например, как сейчас можно сделать, там, с минимальными процентами можно купить USDC, обычным, там, wire transfer, то есть, банковским переводом, затем эти USDC поменять на DAI, потому что USDC, например, там, всего 4%, когда выпал DAI, там, почти 10, да, и народ переводит, соответственно, USDC, DAI, и DAI уже закладывает на депозит. Вот, ну, и трейдинг, это понятно, как раз, чтобы перевести одну валюту в другую, мы подключили Uniswap пока, да, то есть, у нас, по сути, сейчас вот такие монопротоколы, но, впоследствии, мы смотрим так, чтобы у пользователя был выбор, да, чтобы, если он хотел поменять, и у него был выбор, там, из каких протоколов, на каком протоколе поменять, типа, самый лучший рейдинг у него, не только Uniswap. Недавно мы еще зарелизили мобильное приложение, то есть, ранее мы были только Webby, и, в принципе, было неудобно, там, трекать с нас мобилки, в браузеры сходить постоянно, не очень удобно, вот, а тут нативные приложения, может, в ближайшем будущем появится и Android, сейчас в процессе разработки, можно зайти, добавить, опять же, кошелек, оно чисто Red Only, никаких, там, от вас приватников не требуют, там, в любой, там, не знаю, прогресс, портфолио, вот, мы официально спустились, так, публично, в начале этого года, на самом деле, в конце прошлого года более-менее какой-то готовый продукт был, а в начале этого года запустились. За это время через нас там прошло, ну, пополнили депозиты на компаунде на 9 млн долларов, перевели асеты на 15 млн долларов и обменяли, ну, оборот на exchange застал, там, порядка 2 млн долларов. У нас, на самом деле, там, юзербейс такой уже не маленький, мы растем, в основном у нас пользователи из Штатов, из Индонезии даже есть, в топ-3 входит Россия, к сожалению, недавно мы попали под банк, наши IP-шники, часть IP-шников попали под банк ТРКН, и сейчас у нас есть сложности с Россией, но мы стараемся, как раз, решить эту проблему. Что за вчера буквально? Да? Ну, и то, что, как я, с Татьяной Лути, я так понял, это, наверное, взаимосвязано, то, что там в России начала как раз водить, ну, если вот этот был просверительный, как раз, суберенный интернет, да, Татьяна? С 1 октября? Я не про это? Ну, короче, вот, мы недавно попали под раздачу, случайно. Сейчас вот пытаемся лифть, и тогда обсудим. Просто неделя, попросту. Неделя? Все, а потом все плохо. Ну, тогда тем более надо скрыть. Я не буду рассказывать, тут, в принципе, база такая, что мы, у нас есть БКН, да, и он использует как раз для обострения портфолио трекинга, но мы не используем там для какого-то, не знаю, все взаимодействие с блокчейном, с протоколами, оно происходит там чисто с фронт-энда. То есть мы вот подтянули там условно иконки, с бэкэнда цены, чарт там вот этот строится у нас, транзакции, потому что мы парсим блокчейн, и под ваш кошелек как раз их там красиво показываем, сейчас покажу. Вот, но все остальное это взаимодействие нашего фронта через веб-3 с эфириума. Вот, в перспективе мы хотим, как я ранее говорил, предоставлять еще больше там интересных протоколов. Например, вот мы недавно зарелизили Uniswap пулы, то есть это вы как владелец большого количества токенов, например, там Gears, Rans, я не знаю, какого-то токена, они у вас просто валяются, вы можете как выступить ликвидити провайдерам, закинуть их в пул и зарабатывать с этого комиссии. Ну, то есть, ваши ликвидности будут распоряжаться в обмене, она будет участвовать, и вы будете получать копеечку. Вот, а сет токены тоже в ближайшее время за релизом, это пока просто в режиме лид-онли, ну и в целом вот еще вот это юмор, интересная штука, синтетические активы, то есть они хотят, например, вот те акции, которые сейчас торгуются на какой-то там бирже, например, фейсбук-акции, они через ораклы синхронизируются по ценам, и можно будет условно купить на блокчейне акции фейсбук-акции, или там золото купить, возможно, уже что-то не можешь купить, но это пока, они недавно появились, и в целом прикольно нашим пользователям дать такие вестиционные клевые продукты новые. Тоже хотим расширять, вот как я ранее сказал, например, у нас сейчас есть один протокол для взятия в долг, там есть протокол для лендинга, но мы хотим, чтобы пользователь принимал решение и выбирал наиболее выгодный для него протокол, то есть несколько протоколов проинтегрировать, и чтобы был единый экспириенс. На самом деле это не так просто, как кажется, вот мы, например, сейчас делаем для Borrow функционал, то есть несколько протоколов, они все на самом деле разные, то есть все вроде на эфире сделаны, но капец все разные, у всех там своя специфика, и чтобы это был один язык, один экспириенс, это очень много нам постараться и дописать свои какой-то бизнес-логики, чтобы это все было клево и понятно. Вот, ну тут я уже, давайте какой-то лайк-демо, может, покажу. Можно воспользоваться компом? Вот, кстати, здесь еще пока работает, в ZPM. Ну вот именно здесь каворкинги, в этого интернет-провайдера, похоже, еще не досяглись. А кто-то пользовался нашими продуктами? Никто не... Мы пользуемся. Мы пользуемся ее. Ну вот смотрите, тут, короче, какая тема. Поскольку на этом браузере здесь не принесли никакого метамаска, у нас по депуту можно там подключить мобильный кошелек, то есть, как правило, сейчас все мобильные кошельки осуществлены вот этим протоколом Voilet Connect, вы просто сканируете, и ваш кошелек, который в кармане, он, кстати, сейчас сделает. Фокус? Нет, я компетент тебе не позвала. Стерельной макаси. Я хочу только вам сказать, что это макаси какой-то. Какой-то? Я же не пользуюсь на макаси такой. Салышка. Ну вот, например, Coinbase Voilet, это обычный эфириум кошелек от Coinbase. Здесь можно отсканировать. Вот такой вход. Лучше с экраном. Да, лучше с экраном. Да, четко. Пока Андрей сделает презентацию, может быть, кто-то хочет вопрос задать. Не-не-не, сейчас, Coinbase Voilet нет. У них с недавнего времени свои, короче, там, альтернативы. А вы деньги зарабатываете? Пока нет. Пока нет. А как собираете? Ой, слушай, у нас там есть разные идеи. Наша сейчас задача, как традиционного стартапа, наращивать юзербейс. То есть комьюнити такое. Комьюнити такое. Ну, чтобы у нас было много пользователей, а дальше как придумывать комьюнити. Если будет 100 тысяч, я думаю, легко придумывать. Да, да, да. Так, есть интересные штуки. Например, у нас есть какие-то знания продуктовые. Короче, есть аналитика по пользователям. И в целом есть, условно, аналитика этого кошелька на блокчейне. И мы можем давать пользователю наиболее выгодные ставки по кредитам, например. Из-за того, что... По кредитам, в первую очередь. Пер-туперки и это. А видите, у вас где, кстати? Какая лицензия? Какая лицензия? Какая лицензия? Я сейчас слышал, мы просто интерфейс... Вы же пишете, что даже банк? Банк. Это громкое название, чтобы в такой общий паттерн попасть. На самом деле, когда банк... Это для метапов название. Громкое название. Красивое название, да. Мы стараемся реализовать знакомые пользователи вот эти банковские юзкейсы. То есть вы... Протокол просто. Сбербанк. Сбербанк. Сбербанк, да. Давайте сейчас доделаем там презентацию, демо, точнее. И дальше там вопросы перейдем. Ну, то есть, вот я соглашаюсь. Мне это... Ну, короче, в моем учебе предлагают обрадить кошелек, который я хочу подключить. Подключился. Вот он мне говорит, типа, подтвердить отправление этого кошелька. Вот, прогружать. Так, короче, выглядит как раз первая страница, когда попадает увольтитель. Наверное, из-за проектора фигово понятно, что на базе тут есть портфолио, есть список ассетов. Это вот депозиты на компаунде. Это там... Можно... Откуда он читает, ну, данные по кошельку? Ну, то есть, вы ему сейчас что бросили? Он что поймал? Мы передали публичный адрес кошельку. То есть, он просто подцепился где-то там, ну, на быке какому-то эксплореру, да, и собрал оттуда? Нет, у нас есть свой эксплорер. Мы спарсили весь блокчейн и парсим, как с каждым появлением много блока. Соответственно, мы строим вот такую графку по кошельку и вот, ну, строим твои портфолио. Сейчас покажу, что еще. Строим... Ну, точнее, выдаем список всех транзакций. На самом деле, у нас очень много чего нового есть, которого нет ни у кого там на рынке вообще в мире. Типа вот такие клевые транзакции с четким пониманием, что это было, например, там, стандартные, всем привычные вроде банка, такая лента, да? History, тут можно trade, посмотрите, ликвидите. В основном у всех продуктов это просто ссылка на Азерскан, там типа забирайте по технике. Поди разберись. Да, информация. Тут вроде понятно. Вот типа я набрал ликвидность в клуб, типа отправил там эфир, да и получил в итоге юни-токен. Ну, это так работает юни-токен. Децентрализованные биржи тоже просится? Не-не, только дождей. Чисто эфир, только вот что на эфир? Нет, на эфир на децентрализованной бирже. А, децентрализованной? Ну, типа там, фронт-дельта, то же самое Алиэкс. Да, да, ну, смотри, ну, это же просто как trade будет, по факту, обмен какого-то токеном. Вот у нас есть определенные правила, вот, это вот как раз компаунд-протокол, то есть те ставки, например, сейчас 8% на DAI, на USDC там 5,3. Ну, то есть 1 DAI это равно 1 доллару, там, плюс-минус 1 цент. Алиэкс, это, ну, каком-то протоколу типа там компаунды. Да, да, да. Поцепились и просто сюда выказались. Да, ну, компаунд нас тоже пиалит на самом деле на своем сайте, мы получаем с них довольно большой трафик. Как ни странно, пользователи не идут напрямую к опаунду, а идут к нам, чтобы здесь, как бы, потому что у них там один контекст такой, да, типа, может деньги закинуть и смотреть просто за InterStore. Но в целом пользуешься не только их депозит, у них вообще другие активы, другие там протоколы используются. Соответственно, в нашем интерфейсе им гораздо удобнее видеть общую картину. Вот, то есть можно там закинуть, например, я не знаю, вот на депозит, да, и мы можем сейчас там положить один, один, да, и закинуть. Вот, он мне говорит, подтверди транзакцию на кошельке. Сейчас я натификацию выключу. Вот, то есть мы как интерфейс, да, вот сейчас происходит по факту вызов кошелька мобильного, и здесь на кошельке приватные ключи, и здесь я как пользователь, который владею своими как раз приватными, должен подтвердить. То есть вам фиат сюда прикрутить, и прям полный фарш? У нас есть, у нас можно закинуть с карты деньги, мы еще, ну, у нас сейчас есть там, я не знаю, что у нас есть, а, ну, мы его пришли. Короче, пришла транзакция, нужно подтвердить, как раз на один, да, я, то есть нажимаю confirm, спрашиваю там отпечатку пальца ли Face ID у кого что. Ну, вот транзакция типа сейчас процессится, и вот в хисторе можно взять тип, смотреть, там и статус. Соответственно, как только она запроцессится, здесь она берет подтвержденный, а там изменится баланс. Живот, локальный кушет, правильно? Это сейчас токенария есть, но в трассе тоже есть. Любой кушет, на самом деле, есть вольт-коннект, но вот у Coinbase, я вот ошибся, они сворвали в коннект, сделали вот транзакция прошла, мы предлагаем подписаться на уведомления, чтобы выключить на самом деле все темы. Вот, ну и заявь прошел, депозит на интернет-конбану, мы видим, что прикрещено, что-то. Вот, ну, короче, крутая штука, нам сами нравится, мы сами пользуемся, поэтому, если у кого-то там есть эфирин-кошелек, мы будем вообще welcome в ряды пользователей. То есть у нас абсолютно разные сегменты юзеров, у нас есть, например, недавно общались тоже с пользователем из Канады, он студент, и говорит вообще в толпу мне эти все банки традиционные, я вот сразу в DeFi никогда не открывал никакого там аккаунта в банке, там все какие-то сбережения, скопления, там жалкие там 300-400 долларов он закидывает сразу на компаунд через нас и использует там по максимуму все возможные там, я не знаю, протоколы. То есть реально растет, вот есть такой небольшой сегмент, который прям, условно, с появлением DeFi выращивается новое поколение там юзеров, да, которые не верят в традиционные финансы, а сразу в DeFi. Либо... Нет, безопасность компаунтов. Но самое интересное. DeFi, это что имеется в виду? DeFi, ну, это Decentialized Finance, оно. Да, шифровывается, но это вот условно, вот эти наборы вот этих протоколов, которые на самом деле вот работают в основном со стейбл-коинками. Ну, то есть у пользователя есть какой-то файл, я хотел бы показать, вот есть кнопочка депозит, можно вот выбрать, например, я хочу купить там, да, выбираем 50-карт, здесь в будущем появится вот там через пару нацепь кнопочка Apple Play и Android Play. То есть можно нажать сюда и там, не знаю, просто в пару кликов вообще купить, через вайл. И там вообще будет один процент комиссии на UTC. Ну, прикинь? Потому что сейчас у нас вот, например, здесь зайти? Да, с половиной. Значит, не для русских, правильно? Нет, здесь, а? Это не для русских, я правильно понимаю? Ну, на самом деле, вот они как раз вот такую штуку сделали, они как-то там легальный лайфхак предприняли, что у них раньше вайл вообще в целом только там для штатов, и никто из штатов, кроме штатов, не может делать. Вот, а сейчас... Да, да. 10% комиссии? Нет, 5%. Тут 50% комиссии. 50$ и 5% комиссии. А, у них там, короче, в целом комиссии 5%, а еще это 10$. У нас когда с юзерами ругаются вот на эту тему, потому что супер жирная комиссия, там транзач, ну как бы транзач уже от приличных сумм, когда там, например, 10 тысяч долларов закинешь, там 10 тысяч долларов, ну, порядка, там все-таки в оси и так далее. Андрей, давай по вопросам перейдем. Да, давай. Пицца с тыным. Все, все. Ну, короче, я в целом проект показал, становитесь пользователями и давайте общаться. Я рад дальше расскажите. Ну, безопасность и что? Какая безопасность? Суть приводитель. Прочи, вы не приводите. Смотрите, ну, приводитель, тостно, что парника неизвольный, там, личные данные, ну и смотрите. Да, анализируемые компаунды, надо узнать безопасность или дисконт на безопасность и через дай может учиться тоже. Вам эти действия подтверждаетесь, то, что дай может внезапно может превратить? Ну, смотри, было много, на самом деле, таких падений резких на рынке, да, когда вот врушилась цена, там, был за тысячи долларов, когда тоже, в принципе, использовали, да, и система все выдержала. Там, ну, как дай работает, и вот этот мейкер, на самом деле, не так все просто. Ну, конечно, да, но есть там те самые реквидаторы, которые, когда, условно, пользователи просрачиваются долго, они покупают все такое. И она... А за компаун, там, досмотрели, то, что у них есть, короче, ключ, который приватный. Если, то, что, смартанная, все у них поменяется, можно вычислить. Компаун? Компаун. Компаун? Да. У нюнисуата похожая история есть. То есть, там, как бы... Я бы не столько разговариваю. Технические детали, то есть, у нас есть ребята, технические директоры, разработчики, они, наверное, могут подсказать, я... Нет, ну, если ты же финансы, ты же запасный свои финансы, если бы серьезно пользоваться, то бы, чтобы понимать, кто это будет. Ну, да. Смотри, по поводу гарантии, и вообще, вот, застрахованность, насколько твои вклады безопасности на компаун, есть вот сейчас, то, является протокол по страхованию, например, Nexis, да? Мы с ним сейчас тоже общаемся и хотим их интегрировать. То есть, когда у тебя открыт какой-то платный диплом на компаунде, ты можешь его застраховать за небольшой копейки и его быть вообще в полном безопасности. Что будет вся компания, если компаунд накроется? Да. Ну, вот, я не знаю, вот что должно случиться, чтобы они накрылись? Вот эта тема про приватный ключ, я не очень сильно сомневаюсь, что она... Нет, нет, это публичная. А они это признали. Ну, окей. Почему никто тогда сейчас не ломанул и не закрыл? Нет, у них салют есть, и они обещают, что они его берут, а пока он есть. Да, отличный выход в кредит, когда их там приезжают. Причем не только компаунд, еще и топов-то второй еще проводят. Вимислав, я так понимаю, да? Нет, Вимислав. Когда компаунд централизованно хранит ключи, ничего, как у Nexa была тоже проблема, когда выяснилось то, что у них есть централизованное хранилище данных. А, у Nexa они абсолютно централизованы. У Nexa еще была большая проблема с тем, что их алгоритм в принципе не обеспечивает полную безопасность не только лейдерам, но и бороверам. То есть ты можешь туда сдать, а потом у тебя хопа и кредит. Да, но Nexa, тем не менее, они вообще капец суперпопулярные среди вас централизованных. Пока. Давайте перейдем на кухнуары. На кухне есть вода, кофе и пицца. И через минут 10-15 продолжим. А где есть кухня?